В эфире телеканал РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Сегодня отчетливо видно, российские экономисты разделились на два лагеря. Рыночники и сторонники усиления государственного регулирования в экономике. К первой группе эксперты относят Эльвиру Набиулину и Ксению Юдаеву, вторую возглавляет, по их мнению, Сергей Глазьев. Разделение перешло в фазу достаточно жестких дискуссий. Главный предмет обсуждения, как активизировать инвестиционный процесс в стране. Способы и методы предлагаются разные. Сегодня в студии Сергей Глазьев, советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции и соведущий программы Василий Михайлович Семчера, вице-президент РАЭН. Всех приветствую студия. Здравствуйте. Сергей Юрьевич, а как вам вот такое определение? Вас называют иногда идеологом новоэкономического курса страны. Как вы реагируете на это? Я вот хочу с вами поспорить. Экономисты разделились по другому принципу. Есть экономисты-ученые и практики, которые имеют дело с реальными экономическими процессами. Я как ученый, я их умею моделировать. Я вижу обратные связи, которые возникают в экономической системе от методов государственного воздействия. Есть экономисты-догматики, которые и не ученые, и не практики. Они в основном чиновники, которые экономику представляют как черный ящик. Подашь одно напряжение на черный ящик, получишь выход другого напряжения. То есть они не понимают внутренних механики. Они, допустим, думают, до сих пор думают, что связь между денежной эмиссией и инфляцией это прямая зависимость. Чем больше подкачал, тем больше инфляция. Это же не бьется абсолютно с элементарным статистическим анализом, потому что в экономике огромное количество обратных связей. Если вы ничего не поменялось в системе, да, вы получите сверху инфляцию на выходе. А если вы подкачали денег и деньги вошли в производство, в новые технологии, повышение эффективности, снижение сдержек, расширение выпуска товаров, то у вас снижение инфляции. А если вы вообще перестали подавать деньги, и производство упало, значит у вас на выходе опять повышение инфляции, потому что сократилось предложение товаров. Это азы. Ну да, но рыночники говорят вот о чем, Василий Михайлович. Ну да, рыночники догматики. Догматики, но это вот по терминологии Сергея Юрьевича. Говорят, что если будет денег много, то эти деньги не пойдут туда, куда направляет их Сергей Юрьевич. Они не придут реальности. Вопрос, как направлять и кто направляет. Я вам скажу, вот сейчас по поводу курса идет. Да, кстати, да, это новость буквально. Вот вопрос, как направлять деньги. Вот смотрите, что было... 41.04 на 18 октября. Что было в 2008-2009 году? Значит, был кризис финансовый. Банки на грани банкротства, корпорации тоже. Причина та же самая, что и сейчас. Западный капитал уходит. Вместе с западным капиталом Центральный банк интервент. Значит, сжимается денежная масса. Паника всеобщая. Центральный банк открывает печатный станок, эмитирует 2 триллиона рублей. Как? Как попало, эмитирует. Каким-то банкам раздали эти деньги. Вы против такой эмиссии? Значит, банки что сделали? Центральный банк при этом говорит, а курс будет падать. Будет плавно падать курс. Что сделали банкиры? Они бросили все эти деньги на валютный рынок. В итоге Россия потратила на антикризисную программу больше половины ВВП. Денег было выброшено на ветер, можно сказать. Банкиры получили 300 миллиардов рублей прибыли на обвале курса рубля, потому что они знали, что денежные власти сказали, курс рубля будет плавно падать. Это призыв к банкирам, спекулируйте против рубля. Хорошо, а это падение, чем вы объясняете? Когда оно становится? Тем же самым. Абсолютно так. Да, Василий Михайлович. Тем же самым. Но вопрос стоит в том, как все это безобразие остановить. Как при очевидном падении рубля приостановить вывоз валюты за границу. Как при том безденежном голоде, который испытывают малые и средние предприятия, все-таки приостановить разгул безналичных денег, эффективных денег в экономике. Как наконец остановить этот разгул с отмывом денег и фирмами-однодневками. Это же ведь очевидные вопросы. Они решаются в присест один. Но тем не менее, валеные ваши так называемые рыночники и близко не стоят к тому, чтобы каким-то образом хотя бы приостановить эти отрицательные процессы. Они приостановимы. И с этой точки зрения позиция Сергея Юрьевича и его разработки должны быть положены в основу государственной политики. Давайте уточним, Сергей Юрьевич. А не прислуживая к предметам дискуссий. Вот сформулируйте ваш тезис. Как извинить ситуацию? Я хочу сказать, что вся эта ситуация абсолютно рукотворная. В стране, у которой огромный положительный торговый баланс, огромный, которая профицит бюджета, получить инфляцию вместе с падением курса и с падением производства, это надо уметь. Понимаете? Надо уметь создать такие условия. На пустом месте создать кризис. Ну да, но когда промышленность-то не особо работает, если мы экспортируем... Так она не работает из-за этого. Давайте я вам объясню по полочкам разложу. Почему это происходит? Нет, секундочку. Вот давайте. Цены на нефть у нас снижаются. Профицит исчезнет вместе с падением цен на нефть. Пока он не исчез. Пока он не исчез. Пока он очень большой. По-прежнему большой и устойчивый. Значит, что у нас происходит в настоящее время? Значит, Центральные банки правительства, с точки зрения денежной политики, это два сообщающихся сосуда, которые работают в примитивном режиме. В течение всего года правительство откачивает деньги из экономики через нефтегазовые доходы бюджета, формирует профицит. Профицит оседает на счетах Центрального банка. Значит, деньги правительство изымает, Центральный банк их придерживает. Значит, потом правительство в конце года тратит, Центральный банк изымает. Значит, вот такие качели, деньги в экономику, в реальный сектор при этом не поступают. А какой реальный сектор вы имеете в виду? Вот куда они поступают конкретно? У нефти и газа деньги есть. У кого нет денег? Кому вы считаете, надо добавить деньги? Вот вы говорите, надо увеличить денежную массу. Кому ее направить? При такой политике, замечу, деньги есть только у тех, кто имел возможность брать кредиты за рубежом. Да. Потому что такая политика денежных властей, которая создает искусственный голод в течение года, потом в конце года его немножко размягчает, ведет к тому, что денег у тех, кто работает на внутренний спрос, просто никогда нет. Значит, на сегодняшний день правительство изъяло денег больше, чем дал Центральный банк на 2 триллиона рублей. 2 триллиона, так сказать, сократилась денежная масса. Повышаются процентные ставки. Средняя рентабельность сегодня в обрабатывающей промышленности ниже ключевой ставки Центрального банка. Значит, вся обрабатывающая промышленность отключена от кредита. Значит, как она может работать? А хорошо, Сергей Юрьевич, если она получит деньги, что произойдет? При этом замесим. Фонды старые, они не предложат рынку конкурентов? Нет, секундочку. Или предложат? Давайте вот, ведь все это считается. Понимаете, меня больше всего умиляет в этом споре с догматиками наши, что все считается легко. Сегодня загрузка производственных мощностей колеблется от 30 до 80%. При этом простаивает мощности, в том числе новые, которые были созданы вот последние годы. Они тоже стоят, потому что нет оборотных средств. Потому что нет спроса, скажут, как вы говорите, догматически. Нет, это не так. Потому что товар не конкурентоспособен. погодите. Есть альтернатива в виде импортных поставок. Понимаете, давайте сначала договоримся не делать глупости. Если спроса не хватает, зачем его еще сокращать? Та политика снижения денежной массы, которая сегодня происходит, это искусственное сокращение конечного спроса. Что происходит дальше? Центральный банк, правительство изымает, Центральный банк подкачивает деньги в экономику слегка через рефинансирование коммерческих банков. При этом Центральный банк объявляет, что он будет таргетировать инфляцию, заниматься только инфляцией. Никто не понимает, как он этим будет заниматься. Секундочку. Предлагаю послушать мнение Эльвиры Набиулиной. У нас есть цитата как раз по поводу инфляции и почему она считает, что это одна из важнейших задач. И главная причина это снижение инфляции, поскольку согласно опросу о населении 70% россиян не только она является проблемой номер один. Инфляция съедает заработные платы, пенсии, обесценит сбережения. Это банальная истина. Что делает Центральный банк, повышая процентную ставку? Он удорожает кредит, он ведет к сворачиванию производства и инвестиций. Предприятия не могут загрузить производственные мощности, издержки растут, издержки перекладываются в цены. Но я хочу сказать, как сейчас раскручен механизм падения курса рубля. То есть с одной стороны... Только коротко. Да, с одной стороны усугубляется производство, оно дорожает. С другой стороны, Центральный банк все-таки вынужден давать деньги через рефинансирование коммерческих банков. При этом он объявляет, что мы тагетируем инфляцию, за курс рубля не отвечаем. Свободное плавание. Свободное плавание коммерческие банки понимают так, он будет падать. Поэтому все, что они получают от Центрального банка, они бросают на покупку валюты. То, что было в 2009 году. Что надо сделать? Зафиксировать курс? У Центрального банка... Что надо сделать? Я вам скажу. Скорость, который у нас есть еще один участник. Есть азы. Если у вас есть управляющая система, управляет Центральный банк, и управляемая система, экономика, денежная сфера, у которой огромное количество обратных связей. Есть кибернетический закон, что избирательная способность, то есть понимание ситуации и расчаги, у управляющей системы должны быть не меньше, чем разнообразие объекта управления. Так вот, Центральный банк, все разнообразие механизмов, которые у него есть. Валютное регулирование, банковский надзор, контроль за целевым использованием денег, фиксация валютной позиции. Я могу еще десятки назвать параметров управления, которые Центральный банк абсолютно отморозил, исключил. То есть, вы уже говорили, он создает, он хуже санкции, он создал искусственный голод в стране, да? Если Центральный банк одной рукой подкачивает деньги коммерческим банкам, другой рукой говорит им, дает знак, что рубль будет падать, что делает коммерческий банк? Бросает все деньги на спекуляции. Сейчас давайте послушаем мнение реального практики, человека, кто, в общем-то, представляет реальный бизнес. Константин Бабкин, президент ассоциации Росаграммаш, он находится в нашей удаленной студии в отеле Арарат Парк Хаят. Константин, ну вот вы слышали наш разговор, как вам позиция Сергея Глазева? Понятная, симпатичная позиция. Я хотел бы напомнить, что вчера мы отмечали юбилей, была отозвана сотая лицензия у банка с тех пор, как Эльвира Сахибзадовна стала главой Центробанка. Это к тому, что она сторонник невмешательства в экономику, то есть она ведет все к монополизации банковского сектора, во-первых. Во-вторых, в этом году Центробанк три раза повышал свою ключевую ставку с 5,5% до 8%, более чем на 60% он ее задрал. В то время, как в других странах в аналогичной ситуации банкиры Центробанки стремятся снизить максимально эту самую ставку или даже сделать ее отрицательной. Поэтому, Сергей Юрьевич, все понятно для меня, промышленника говорит, что таким образом, якобы борясь с инфляцией, Центробанк инфляцию разгоняет. Константин, а вот ответьте на такой вопрос. Вот предположим, завтра вы получаете, я не знаю, от российского банка кредит в размере 10 миллиардов рублей под 5% годовых на 10 лет, долгосрочный ресурс под низкий процент. Что будет с вашим производством? Как вы сможете распределить эти деньги эффективно и что почувствуете? Вы там люди, которые с вами работают. Ну, смотрите, у Ростельмаши какая ситуация. Оборот примерно 18 миллиардов рублей. Сейчас мы должны банкирам где-то 5 миллиардов. Но это не самая закредитованная ситуация. Это гораздо меньше кредитов у нас, чем у многих других предприятий. Так вот, 5 миллиардов. Сумма кредита колеблется в течение года, но банкирам мы платим процентов где-то, грубо говоря, 800 миллионов рублей в год. Еще с этих процентов надо заплатить НДС. Таким образом, на уплату этих банковских процентов у нас уходит миллиард рублей. При этом в развитие завода мы можем вложить только полмиллиарда. Ежегодно вкладываем. То есть в два раза банкирам мы платим больше, благодаря политике Центробанка, чем в развитии. Если бы сейчас кредитная ставка где-то 12 процентов и она будет повышаться. В два раза меньше. Что бы произошло, я не понимаю. То есть вы смогли бы больше продавать. Что? Качество? Вы бы закупили оборудование. Что бы произошло? Что изменилось бы? Прежде всего понизили бы цену. Прежде всего я думаю, что мы в два раза могли бы направить больше денег в развитие. То есть больше бы качество комбайнов повысилось, больше моделей бы потребителей увидели. Мы смогли бы завоевать новые рынки и так далее. Что в итоге бы создало новые рабочие места в России и больше денег стало. Ну то есть вы отвечаете именно так и развивалась бы ситуация. Были бы деньги, вы бы на эти деньги бы условно говоря нашли куда применить и они ушли бы в реальное дело. Вот это важно. Они разместили бы на дебозитах и они бы болтались там в течение полугода или года непонятно с какой целью. Можно попроще сказать? Да. В чем смысл кредита? В рыночной экономике? Да, сейчас в конце. Вот мы говорим про рыночную экономику. Кредит это двигатель рыночной экономики. Нет кредита, нет развития. А вы сторонник рыночной или нет? Ответь вот на это. Да у нас вся экономика рыночная сегодня. То есть вы сторонник рыночной экономики? Да, причем тут сторонник. Я реалист. Я вижу как она экономика работает. Она, рынок это же не базар куда, так сказать, люди приходят и не меняльная контора, как понимает центральный банк. Рынок это сложнейший механизм с обратными связями. Это прежде всего механизм развития. Что такое кредит в рыночной экономике? Это механизм авансирования экономического роста. Без кредита не бывает роста производства. И если у вас кредит предоставляется по ставке сегодня 8% годовых и на одну неделю, что вы можете развить? А это же производство неэффективное. Банк же оценивает три... что оно неэффективное? Это не дело банка. Банк не отвечает за эффективность производства. Банк должен дать столько денег экономике, сколько она должна получить для цели развития. Банк заработать должен. И вернуть деньги, которые дал. Вы имеете в виду коммерческий банк? Я про центральный банк. А, ну... Коммерческий банк... Ну, в конечном итоге предприятиям дает не банк России... Коммерческий банк, чтобы понятно было, это вообще говоря центр планирования в рыночной экономике. Любой банк должен знать своих клиентов. Банк знает, кому дает кредиты. Он оценивает риски. Он должен видеть эти предприятия. И он должен понимать, кому он дает деньги. Поэтому я все время настаиваю на том, что если мы хотим иметь длинные дешевые деньги, мы должны выдавать банкам кредиты под рефинансирование, под низкую процентную ставку... А где взять эти деньги еще, Сергей Юрьевич? Вообще-то деньги имитирует центральный банк. То есть напечатать? Нет, погодите. Все деньги в мире печатаются. Они создаются под обязательства, под долги. Сегодня и в Америке, и в Европе... То есть вы не видите эти кресты, да? Они создаются под долги. Вопрос, под чьи долги? Наш центральный банк создает деньги в основном под американские долги. Потому что денежная масса формируется больше чем наполовину под внешние займы российских предприятий. А должен создавать под наши долги, под долги такие, как Россия. А коммерческие банки должны следить, чтобы деньги шли именно в тех направлениях, ради которых делается денежная миссия. Предлагаю посмотреть на очень любопытный слайд, прокомментирует Василий Михайлович. Динамика производства продовольствия. Цифры появились день назад, сентябрь 2014 года, к 2013 году. И картина, в общем-то, очень-очень-очень любопытная. Прогнозы оказались лучше ожидаемых. Производство сыровых, сырных продуктов 16,7% плюс. Мясо 2,2%. Мясные консервы 11,7%. Мясо птицы субпродукты 10%. Прирост обрабатывающих производств в целом плюс 3,6%. А промпроизводство в общем выросло на 2,8%. Можете объяснить, что произошло в экономике. Это вот процесс импортозамещения начал работать? Да, это начал работать процесс импортозамещения в связи с тем, что у внутренних производителей открылись дополнительные ниши расширения производства и сбыта товаров, благодаря тому, что доступ на российский рынок затруднен сегодня со стороны европейских конкурентов. Но я хотел бы обратить внимание, что это только первый эффект. И эффект в основном готовая продукция, сыр. Ее можно быстро нарастить, если есть свободные мощности. Вопрос, из какого сырья? Если мы хотим по-настоящему импортозамещения, то нам нужно понимать, что нужно расширять сырьевую базу в сельском хозяйстве, расширять животноводство, растеневодство. Это 2-3 года. Для этого нужны кредиты. Это, если у вас фабрика варит сыр, и все равно, какое молоко брать, порошковое, импортное или свое, она может легко нарастить производство, даже в текущий момент. Это маленький производственный цикл. А если мы говорим об импортозамещении в целом, а цифра была на госсовете 3 триллиона, для этого нужен триллион рублей кредита. Причем, если мы говорим про продовольствие, это 2 года цикл. Да. Как минимум. Понятно. Но, Сергей Юрьевич, все-таки хотелось бы узнать, что нас ждет в дальнейшем с курсом рубля, с экономикой, та ситуация, которую вы наблюдаете, насколько она ожидаема, насколько она сложна. Первое, готов это доказать еще раз, что весь кризис рукотворный. Нет никаких объективных причин, почему экономика. А кто его создал? Его создал Центральный банк. Создал Центральный банк своей ошибочной политикой. Ошибочной политикой по повышению процентной ставки, ошибочной политикой по сокращению денежной массы, которая сегодня идет, ошибочной политикой по плавающему курсу рубля, который наболил свободное падение. Это целиком искусственно порожденный кризис. Не внешний. То есть падение цен на нефть не... Падение цен на нефть в первых произошло потом. Начнем с этого. А во-вторых, падение цен на нефть имеет плюс, потому что это снижение издержек для обрабатывающих промышленностей. Надо тоже об этом думать. И нужно к этому готовиться. О том, что цены будут падать, мы говорили уже 5 лет назад. С курсом понятно. А вот что дальше ждет? Вы ведь... У Центрального банка огромное количество инструментов для того, чтобы стабилизировать курс. Они сегодня имеют валютных резервов в полтора раза больше, чем количество денег в экономике. Поэтому они курс могут стабилизировать легко, практически на любом разумном уровне и на любое обозримое время. Но все это надо делать разумно, конечно. С тем, чтобы курс соответствовал конкурентоспособности российской продукции. Второе. У них есть все возможности заставить коммерческие банки, которые участвуют в схемах рефинансирования, если они снизят процентную ставку, добиться, чтобы деньги шли в реальный сектор, обеспечить контроль за целевым использованием денег, которые банки получают по схеме рефинансирования. И тогда есть возможность снизить процентную ставку, чтобы деньги не шли на валютный рынок. Самый простой инструмент зафиксируйте валютную позицию в коммерческие банки, как Гераченко сделал в 1998 году. И спекуляции прекратятся во всяком случае в банковском секторе. Они вообще ничего не хотят делать. Все понятно, у нас меньше 10 секунд, Сергей Юрьевич. Как год закончил? Плюсовые значения ВВП по вашим прогнозам. Мы можем иметь 6% роста ВВП при правильной денежной политике. Все понятно, на этой оптимистичной ноте закончим программу. Спасибо, Василий Михайлович Семчери, Сергею Глазеву, советник и президент Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции. Спасибо, Сергей Юрьевич. Спасибо, Сергей Юрьевич. И приглашаем вас дальше на нашу программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова